Я хочу пригласить вас на фестиваль благости. Это удивительное место в Чёрном море, Анапе. Много светлых лиц, две недели счастливого отдыха, лекции, тренинги, йога, цигун, концерты, песни, театр. Много-много счастья. Вам надо просто самим попробовать съездить и посмотреть, так ли это. Потому что деньги могут приносить зло. Люди об этом не знают. Например, если ты на силы деньги берёшь, потом силы у тебя их заберут. Понимаете, так устроен мир. Если дедевник греховный, ты сигареты продаёшь, там вино, значит, тогда тебя отравят эти деньги, они тебя отравят твою жизнь. Если деньги хитростью приобретены, значит, хитрость разрушит твою жизнь. В твою жизнь незаметно войдёт ложь. И она отравит всё вокруг. Деньги — это энергия судьбы. Это сила, которая или благочестие даёт силу, или разрушает. Мы в ведический храм, нас построили исключительно на деньги с моих лекций. Потому что деньги самые чистые. Вы смотрели, где самые чистые у нас деньги? С моих лекций. Почему? Потому что я, когда читаю лекции, ничего от людей не хочу. И никогда не берут деньги себе с этих лекций. Не наслаждаюсь на них, не зарабатываю. Я знаю много лекторов, которые копят, копят. И от них исходит такая энергия. Но я никогда не хочу ничего от людей. И поэтому мы взяли на эти деньги, построили храм. И он очень сильная, от него энергетика идёт. Непотопляемая энергия, силы огромные. Чистые деньги. Здесь отделять чистого от грязного. В самое чистое, в самое надёжное русло. Допустим, если вы видите, у вас есть какие-то чистые деньги, очищаются пожертвованиями. Допустим, вы заработали деньги, какая-то грязь там всё равно есть. Возьмите часть денег, отнесите в храм, где их истрать на духовной цели. Ваша вся эта зарплата будет очищена. И эта чистая зарплата будет нести удачу. Если вы на такую чистую зарплату купили машину, допустим, она никуда не врежется. Вас защитит Бог от этого товария, от смертельных случаев, от опасности. Так устроен этот мир. Благочестие рождает успех. Запомните это. Поэтому человек должен учиться делать добрые дела. Надо учиться, потому что к этому нужно знание. Допустим, ты идёшь, деньги дал нищему, он пропил их. Эти деньги осквернили твою жизнь, потому что ты без мозга пожертвовал. Нужно жертвовать нищему пищу или одежду. Если он говорит, мне этого не надо, давай деньги. Значит, ему ничего не надо. Иди к следующему жертву. А лучше здесь жертвовать не нищему, а лучше в храм. А лучше в той храм, где люди на служение Богу это потратят. Понимаете, дело в том, что в храме могут потратить на свой домик монахи там или, допустим, священники. На свое жилье, на свои шмотки там, еще на что-то. И это тоже хорошо. Понимаете, если вы приносите в храм, священнику отдаете, он для Бога живет. И он на эти деньги построил себе дом. Все равно удача в вашу жизнь придет. Потому что Богу нравится, что вам не жалко для священника. Пускай тоже живет нормально, как все люди. Вы не критикуете его за это, что ему нужен дом. Дом всем нужен. Переслушайте дальше. А если этот священник эти деньги потратил на поклонение, то будет еще лучше. Понимаете? Ну, то есть, они вообще ваши деньги тогда очень сильно очистят. Есть такие священники, которые вообще себе ничего не берут. Есть один очень хороший способ найти такого человека. запомните тот священник, который никогда у вас ничего не попросит, никогда себе не возьмет. Допустим, он говорит, пожертвуй на храм. Значит, может взять. Но если он вам ничего не говорит, а вы ему жертвуете, он еще отказывается. И потом берет и говорит, ну, я потрачу на нужные цели. Это значит, этот священник вам принесет удачу. Но такого найти непросто. В этом мире все самое лучшее на дороге не валяется. Понимаете? И с таким священником можно иметь дело только в том случае, если вы слушаете его советы. Он говорит, я у тебя возьму деньги, но ты брось пить. И вы говорите, ну, бери, а я не брошу. Он говорит, я не возьму. А если вы, да, я брошу, возьми, пожалуйста. Ты бросаешь пить, он берет деньги, получаешь два блага сразу. Теперь скажешь, как я брошу пить, если... Я понял, Саша, вот... Азбука успеха. Покупайте. Покупай живопись, да? Не стыдись. Итак, смотрите. Когда священник вам говорит, брось пить, он не просто говорит, он вкладывает в эти слова силу удачи. Поэтому просите благословения у старших. Если хотите бросить пить, попросите у старшего. Благослови, пожалуйста, я хочу бросить пить. Он говорит, благословляю. Ничего внешне не происходит. Бросать легче. Как это происходит, никто не знает. Допустим, женщина подходит ко мне, говорит, Олег Геннадьевич, вы мне цветочек дали, замуж вышел. Другая услышала, говорит, мне цветочек. Я вас ни на что не настраиваю. Я просто говорю, как это работает. Не то, что я как бы заряжаю все точки замужества, он такой зарядил, раз, и замуж. Нет, так и устроено отношение. То есть человек, когда верит в старшего, это через эту веру приходит удача к нему. Понимаете? Он верит, получает благословение. Если не верит, не получает. Человек верит в старший, говорит, благословите. Старший, может, даже и не знает, что он может так сделать. Он говорит, благословляю. Тот приходит, говорит, я бросил пить. Это Бог так действует. Человек так не может действовать. Через вашу веру, понимаете, Бог так действует.